Одесса занимает лидирующие позиции в Украине как по количеству журналистов, так и по нападениям на представителей средств массовой информации. Об этом на брифинге заявил Юрий Работин, председатель областной организации Союза журналистов. Однако, несмотря на количество силовых структур в Украине, ситуация на улицах не становится безопаснее. В ночь на 26 ноября был совершен поджог автомобиля издателя журнала судоходства Александра Сивака. По его словам, около часа ночи, со стоянки, где находился автомобиль журналиста, позвонили и сообщили о возгорании машины. Позже правоохранители и пожарные установили причину – поджог. В течение года Сивакой и его семье угрожали. После всех его заявлений в прокуратуру и национальную полицию никаких мер принято не было. Примечательно, что именно в этот день должно было состояться судебное заседание. «Я думаю, как и вы, вы бумаги оставляете на следующее утро суд в машине. У меня сгорело очень много документов, включая практически все удостоверения прессы. Осталось только одно европейское и тому подобное. Я попросил в полиции предоставить мне защиту, потому что у меня сын 21 год, второму сыну 3,5 года и тому подобное. Четыре дня я уже написал кучу заявлений. Все обещают, говорят, ну те же пока никто не побил и тому подобное. То есть, опять же, никакой защиты, ничего нет. Ну, по счастливому стечению обстоятельств машина у меня не была застрахована. Вот. И ждать какой-то компенсации, вы сами понимаете, не приходится». Издатель с тех пор написал около 15 заявлений. Первой за дело взялась киберполиция. Ведь на некоторых информационных сайтах и телеграм-каналах начали публиковать ложную информацию. Кто сделал такой показательный жест, говорить пока рано. Идет следствие. «Каждый день что-то происходит. Свобода слова – это оружие. В итоге, откуда кто на нас нападает, зависит от того, что была получена в нашем суспільстве или конфронтация. Я за то, чтобы было получено, чтобы мы жили, чтобы меньше было нападков, чтобы действительно не страждали наши коллеги-журналисты». За последние несколько лет в Украине произошел ряд резонансных нападений на представителей СМИ. Эксперты отмечают, отношение к журналистам свидетельствует о низком уровне развития демократии в стране и недостатке инструментов для контроля, чтобы отвечать на запросы и своевременно реагировать на прецеденты.